Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Если уж уходить, то красиво. Так и намерен поступить художественный руководитель театра «На Спасской» Борис Павлович. Как пишет газет-репортер, перед тем, как покинуть Киров, он намерен провести так называемый арт-обстрел. На следующей неделе пройдет целых 12 мероприятий с участием режиссера. Хотя, будь их даже в три раза больше, как говорят, перед смертью все равно не надышишься. Инфопресс Когда-то Никиту Юрьевича пожурили за то, что он находился в отпуске, в то время как в Нововязке подскочили коммунальные тарифы. Тогда он, правда, вполне справедливо вышел сухим из воды, но на заметку в себе, видимо, кое-что взял. Как пишет газета «Бизнес новости», в правительстве на днях прошло совещание по проблемам подключения отопления. Доложить о ситуации в городе вместо главы администрации Дмитрия Адранова вышел его зам Геннадий Якимов, чем остался недоволен губернатор Никита Белых. Как оказалось, Дмитрий Николаевич в отпуске. На что Никита Юрьевич заметил, что начало отопительного сезона не то время, когда главе администрации стоит отдыхать. А вообще, думается, Киров просто не тот город, где чиновникам можно уходить в какие-то отпуска. Сначала было сложно поверить, что Сергей Лузянин в том своем и так уже шатком положении мог позволить себе поднять руку на полицейского. Однако теперь понятно, почему у него не возникло мысли, что это обернется для него еще одной статьей. Как пишет газета «Вятский наблюдатель» в интервью российской газете, начальник кировских полицейских Сергей Столодовников рассказал, что противоправной деятельностью бывшего директора центрального рынка занимался не один следователь, но все они без поддержки власти ломались. Мол, все, кто разрабатывал Сергея Евгеньевича в течение 6-8 лет вплоть до руководителей подразделений по борьбе с организованной преступностью, потом стали работать у него самого. Ну а найденная при обыске Лузянина юбилейная медаль «200 лет МВД» еще раз доказывает, что в течение многих лет авторитетные в области люди, а полицию, вытирали ноги. Судя по всему, теперь подошвы стерлись окончательно. Инфопресс А уже все знают, кроме меня, что Навального не посадят, да? Спросила в своем твиттере с хэштегом «Я в шоке» экс-гендиректор агентства территориального развития Юлия Савиных, подозреваемая в растрате. И учитывая положение самой Юлии, это скорее зависть, нежели обостренное чувство справедливости. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс